Продолжение следует... Так ли это? И преподать другим. Вот это будет образование! А без этого? Ну и что из этого? Я кончил два, три, пять, десять институтов, и что? И что? И работаю, и работаю. Узнаю, что там всё-таки атом, электрон, кварки, какие-то струны, и что дальше? Ну, струны, что дальше? А что это такое? Тоже не знаю. Я ничего его не знаю! Ничего фактически не знаю! Наши знания, как великолепно сказал один академик, наши знания в любой момент времени, не говоря о прошлом, не говоря о настоящем, а говоря даже о будущем, наши знания всегда будут малюсеньким островком в бесконечном океане непознанного. Кстати, этот вывод, то есть не вывод, а это утверждение, которое просто элементарно с точки зрения науки, оно является убийственным аргументом для атеизма, который говорит, нет Бога. Почему нет Бога? А вот я зашёл во дворец из миллиарда комнат, прошёл целых две комнаты, представляете, и никого нет. О, да! Значит, никого нет. Как я привожу пример, куда более, по-моему, сильно. Я подхожу к океану, беру кружку, зачерпаю полную кружку, прозрачную, и восклицаю, а мне-то говорили, что здесь киты водятся, а я даже и малой рыдёжки тут нет. Ну, скажешь, совсем с ума сошёл. Так и мы, с этой капелькой чего-то познав, капельку одну, и вдруг утверждаем, Бога нет. Хотя целый ряд действительно величайших учёных говорили только с признанием бытия Бога, можно понять всю эту красоту, всю закономерность этого мира. Только! Если нет высшего интеллекта, тогда мы вообще теряем всякую почву даже для изучения. А с чего мы взяли, что законы руководят этим миром? Мы верим в это! Ах, верите? Ну, конечно, без веры в то, что природа подчинена законам, наука сразу теряет всю почву под собой. Ну, конечно, мы верим, что есть законы, пытаемся исследовать, найти эти законы, проставляем тех, кто открывает эти законы. Да? Верим, что природа подчинена законам. Слышите? Тоже верующие. Итак, мне просто хотелось сказать, как вы видите, что первым и основным условием действительного образования человека и возможного воспитания является действительно приобретение им твёрдого, осмысленного, обоснованного мировоззрения. И хотелось обратить внимание ещё на один момент. По-моему, очень-очень важный момент для, по крайней мере, нашего времени. это проблема свободы. Этот лукавый Запад и прежде всего Соединённые Штаты только и кричат «Свобода! Свобода! Свобода!» Хотя сами попирают её на каждом шагу. Хотя бы, хотя бы даже. нападают на другие страны и разрушают их. Цветущую Ливию во что превратили? С Ираком что сделали? Сирию бомбят и без всяких санкций? В Украине что натворили? Всюду! И тем не менее, как это положено дьяволу, он всё время кричит «Ай, держите вора!» Вор всегда так кричит. Ну, это известный психологический, так сказать, своего рода закон. Да. Свобода! Ой, как это важно сейчас для воспитания человека! Может быть, как никогда! Почему? Ну, почему? Почему, может быть, очевидно? Объективные основания для утверждения этого есть, это совершенно понятно, что под флагом свободы проповедуется, проповедуется внедряется буквально, внушается буквально те вещи, которые на самом деле порабощают человека. нарушен один из основных принципов, если хотите, действительно, бытия. Принцип бытия. Какой это принцип? Нет там свободы, где нет любви. нет, там уже начинается не свобода, а начинается произвол. Только там, где есть любовь, там да, там возможно свобода, ибо эта свобода тогда никогда не обратится против другого человека. Почему? Я не могу ему сделать зла, потому что я люблю его. Свобода без любви – это сатанинский ужас. Часто очень говорят о русской идее. Что такое русская идея? Я повторю великую мысль великого человека, опять того же Алексея Степановича Хомякова. Он сказал «Единство в свободе». Единство в свободе. Что значит? Мы все едины в желании свободы. И желание, чтобы каждый человек был свободен. Наше всё – общее единство в свободе. Какой? Единство в свободе по закону любви. Да чего киняльно! Коротко, ясно, отчётливо, – вот наш русский принцип. Не насилие, нет, не жестокость, нет, не деспотизм, не аморализм, не эта свобода, когда каждый хочет делать всё, что угодно, что, в принципе, и никогда невозможно было. Так? Нет-нет! вот она, какая свобода действительно достойна именоваться таковой. И русская идея – это действительно единство в свободе по закону любви. я вам скажу, это просто удивительно кратко, удивительно сильно, сильно сказано об этом. Сказано, но откуда это исходит? Хомяков был замечательным православным человеком. Я сказал просто одним из этих просто святых буквально людей, мирян, который не был в структуре церковной, он не был ни священник, ни священнослужителем, не был богословом, он не кончал никакой духовной школы, но его правильно охарактеризовали непатентованный богослов. Его знания были просто энциклопедичны, в частности, и в области богословия, в области христианства. Он великолепно знал естественно священное Писание, да, и он понимал то, что так великолепно, просто изумительно выразил апостол Павел в своём знаменитом, я бы сказал, гимне любви. Я его зачитаю ещё раз, мы все его, конечно, знаем, все знаем, наизусть знаем, я тоже наизусть знаю, поэтому прочитаю по бумаге. Да. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащая, медь, медяшки, в кармане, мелочь, дребезжит там. Если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Потрясающе! Но он на этом не заканчивает, продолжает дальше. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а не имея любви, нет мне в том никакой пользы. Да. Так и назвали эти потрясающие слова гимном любви. Вот, оказывается, какой-то великий принцип. Великий принцип, который, к сожалению, полностью отвергнут сатанинской идеологией, которая кричит только о свободе, 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 о правах и правах человека, забыв о всякой ответственности и, главное, забыв, забыв, то есть не забыв, ну что вы, не дураки же, говорят-то там, умные люди-то, умные по-своему, но злые, забыв, что свобода, где нет, уж не говорю любви, где нет уважения человека к человеку, где нет уважения одного народа к другому народу, где нет уважения одного государства к другому государству, к его правам, так, это уже не свобода, а это дьявольская насмешка. я хочу вам привести одну замечательную мысль Исаака Сирина, который сказал, свобода, если она не соединена с добродетелью, он так выражает, с любовью, она не является таковой и делает заключение неуместность, как он выражается таким словом, неуместность такой свободы жестокое рабство. Неуместность такой свободы, свободы, неограниченной любовью, жестокое рабство. Христос ещё сказал интересные слова – делающий грех раб есть греха. И действительно, когда мы видим, когда мы видим, оказывается, когда на что направлена свобода, вот тут уж я вам зачитаю, извините, тут я найду, потому что я только сейчас видел, да, – да, например, например, один из современных идеологов пишет в своей работе «Думай и делай деньги». У нас – это в Союзных Штатах, он пишет – у нас есть свобода неограниченной частной собственности, свобода накапливать сверхбогатство без назойливых приставаний идеологов разных мастей, свобода сосредоточивать в одних руках столько богатства, сколько можно собрать. Услышьте, что творится? И дальше заявляет «Вы никогда не станете богатым, если не доведёте до кипения страсть к деньгам». Ох! Идеология! Услышьте, свобода, на что направлена. Я могу в своих руках сколько угодно собрать. Каким путём? Не будем уж об этом рассуждать. Мы знаем сколько угодно этих несчастных миллиардеров, которые потом оказываются в розыске или на скамье подсудимых, или которых выявляется. Я не хочу обвинять всех, но я хочу сказать, что вот эта алчность к этому богатству, эта страсть к накоплению безграничная, это свобода, к чему она приводит. Вы никогда не станете богатым, если не доведёте до кипения страсть к деньгам. Вы слышите, что проповедуется. какой ужас! Какая свобода! Ещё, пожалуй, не лучше, а ещё хуже, ещё хуже, пожалуй, заявление его коллеги, миллиардера Рокфеллера, который в школе, воскресной школе, слышите, никакой не выйдет. Христианской школе, христианской школе, вы поймите, христианской школе, я подчёркиваю это, чтобы вы увидели, до чего может довести христианство, заявил следующее, это чёрным по белому, это опубликовано же, рост деловой активности – это просто выживание сильнейших. Слышите? Американскую розу можно вырастить во всём великолепии её красоты и благоухания, которое вызовет восторг у созерцающих её, лишь беспощадно обрезая слабые ростки вокруг неё. Это всего лишь притворение в жизнь закона природы и Божьего закона. Да здравствует свобода! Вырезая беспощадно слабые ростки. Кто такие слабые ростки? Вы же поняли? Деловая активность, рост деловой активности – это выживание сильнейших, проповедуют. Закон джунглей, закон животной, где борются насмерть животные за выживание сильнейших, свобода. Вы слышите, к чему свободы-то направлены? Какой ужас! А уж если говорить о свободе моральной, то здесь я не знаю даже что и сказать, во что сейчас это превращается эта свобода. Проповедь чего? Без стыдства, бессовестности, аморализма и, наконец, уже возведение в ранг добра самых отвратительных вещей. я говорю об этих несчастных гомиках. Это ваше дело, действительно, как вы уже там что делаете внутри себя? Нет, извините, мы требуем, чтобы это стало законом, чтобы это воспитывали в этих людей, и каждый, кто посмеет возразить против этого, подлежит суду. Мы требуем гей-парадов, мы хотим демонстрировать перед всеми, до чего дошло дело, и что это свобода. В наше время, сейчас, особенно с развитием технических возможностей, пропаганды чего угодно, в частности, пропаганды любых форм аморализма, так, в наше время, сейчас, эта проблема свободы является, пожалуй, самым, самым живым нервом, без обращения на который, без спасения которого от этих влияний мы можем всё потерять. Что значит всё потерять? Потерять человека. Какой может быть человек, если он может обладать энциклопедическими познаниями в полном смысле слова и быть дьяволом? Ведь надо же понять же в конечном счёте, что знания, теоретические знания, рациональные знания сами по себе они ничто, если они не обращаются не обращаются в ту сторону, которую мы именуем стороной добра, стороной любви. Недаром где-то в одном из современных журналов где-то предупреждение было, предупреждение какого рода, предупреждение бизнесменам, средние потери, вызванные виновными с высшим образованием более чем в пять раз превышают потери, вызванные выпускниками средней школы. Так что, господа бизнесмены, бойтесь дипломированных специалистов. Замечательно, правда ли? Ничего. Но а как же быть недипломированным? Возьмёшь недипломированным и как же быть? Вот предупреждение такое. Недвусмысленное, надо сказать. Ну, хорошо, друзья мои, я всегда говорю, не давайте свободу слова профессорам, их потом не остановишь. Вот так. В данном случае вдруг у меня проявился импульс совести заговорила. Слышите? Совесть заговорила, что когда же ты кончишь тут рассуждать о всяких мировоззрениях и свободах? Какая же свобода, когда один говоришь, а другим не даёшь говорить? Где же тут у тебя страх любви? Где же у тебя свобода истинная? Ну, совесть заговорила. И я кончу. Пожалуйста, ваши вопросы. Если у вас что-то есть, поделиться чем-то, какими-то соображениями, идеями, мыслями, вопросами, то прошу. Правда, задавать мне может только те вопросы, на которые я могу ответить. Имейте в виду. Не ошибитесь. Кто именно сегодня является церковью? И может ли она ошибаться? Понятно. вот, видите, вы затронули один из таких непростых, я бы сказал, богословских вопросов о том, что такое церковь. Мы часто, часто, ну, богословы, они же народ подчас ой умный. Они вам сказали, церковь – тело Христова. Поняли? Вот и всё. Поняли вы? Нет, не поняли. Ну, тогда, значит, ничего и понимать. Очень легко. Раз цитатка из Священного Писания, и всё. И пригвозили. Церковь, я вам скажу, если по существу мы будем говорить, я начну, я не могу не говорить по существу, извините уж меня. Так, такой склад, по существу церковь, это единство, единство, ну, предупреждаю, не изумляйтесь и не скажите, что это сейчас непонятно, я потом объясню, постараюсь объяснить, но пока скажу. Так, не ругайтесь, пожалуйста, и гнилыми помидорами не китайтесь, и тухлыми яйцами тоже не забрасывайте. Вот так. Церковь – это единство в Духе Божьем всех тех верующих, которые действительно искренно стремятся осуществить в своей жизни заповеди Евангелия. Тот, кто стремится жить по Евангелию, тот действительно приобщается к Духу Божьему. Стремление может иметь разную силу, сами понимаете, самую ревность. Ревность может быть ой, какой разной! От нуля и даже от минуса до плюс бесконечности. Но именно церковь, церковью, вот этим живым организмом, этим телом Христовым, о котором я сказал, невидимым, духовным и являются все те, кто действительно искренно стремятся, искренно стараются жить по заповедям Евангелия, каются, так, вот они приобщаются тогда Духу Божьему, и они составляют церковь. Это самое глубокое понимание церкви. То понимание, которое даёт нам возможность что оценить. что мы не знаем даже точно, кто в церкви. И даже не знаем, я в церкви или нет. По крайней мере, на исповеди каждый раз священник читает странные слова, против которых я возмущаюсь, ну уж вам по секрету скажу только. Батюшка не слышит. Какие? Примири и соедини его, то есть меня со святой церкви. Это я не в церкви? Примири и соедини святей его церкви на исповеди. Оказывается, что происходит? Оказывается, действительно, вот особенно сознательно согрешая и не употребляя никаких усилий на то, чтобы жить, ну, насколько я могу, хватает у меня сил, жить по западе, я этим самым сам выпадаю, отпадаю от церкви. Я вам приведу такой образ. Церковь – это гармошка. Гармошка. Гармошка может быть вот так, и там ничего нет, воздуха не осталась, сжата. А можно её растянуть, она будет полна и будет играть в полную мощь. А тут ничего не сыграете, когда вот сдвинули совсем. Так вот, наше пребывание в церкви – я этот образ и привожу, в церкви подобно этой гармошке. Оно разной степени может быть наша церковность, наше приобщение к церкви в зависимости от нашей ревности, пребывания, от нашего желания, от нашей искренности, от наших усилий. Как Христос сказал, Царство Божие силою берётся. и употребляющие усилия восхищают, как он говорит, то есть приобретают его. Вот. Это самое фундаментальное понимание церкви. Но мы же видим... Это невидимое... Но мы же и видим церковь, не правда ли? Мы же видим структуру, организацию церковную же видим, видим целую иерархию в этой церкви снизу доверху. Как здесь быть? Как здесь понимать? Может ли эта церковь быть несокрушимой, необоримой, совершенной, абсолютно истинной? Или она может слабеть, заблуждаться, ошибаться? Сказал бы так. Вы знаете, что существуют так называемые поместные церкви. Поместные называются какие? Церковь русская, церковь греческая, церковь болгарская, румынская и так далее. Это называется поместной церковью. То есть церковью, которая объединяет вот данный народ. Вот. Подчас это в границах даже иногда одного государства. Так вот, любая поместная церковь, любая поместная церковь может деградировать, может ошибаться и может даже превращаться вне церкви, сохраняя все свои структуры. Я чувствую, нужен пример, иначе это непонятно. Римская церковь была первой из всех церквей. Слышите? Первой. По диптиху, так сказать. Вот, она занимала первое место. Перестала быть вообще православной церковью. Слышите, что произошло? Это была действительно великую церковь, очень сильная церковь. До сих пор, если посмотреть на её структуру, на количественный состав, на количество храмов, монастырей, иерархии, архереев, школ, ну что вы, мы перед ней пигмеи. У неё только шесть тысяч епископов. А сколько там и вузов, и школ, и чего только, сколько монастырей, это огромное же количество. И она уже не православная церковь, то есть не церковь. Видите? Как же это произошло? Ну, я вам скажу, это очень интересно, конечно, но это попросите кого-нибудь прочитать лекцию, чтобы вам рассказали историю, как это произошло. Скажу только так, что, будучи первой, а первой, почему считалась она первой? Потому что это была Римская империя, и столичный епископ, естественно, был первым. Вот и всё. Вот и всё. Самая такая простая вещь, и больше ничего. Так вот, хорошо первым. Нет, нет. Помните сказку о рыбаке и рыбке? Вот так. Он захотел быть не просто первым, а захотел иметь полноту власти над всеми епископами и церквами. Вы слышите? Одно дело первое. Ну, председателем должен быть, естественно. И как есть формула у нас, да, первый среди равных. Пожалуйста, это у нас признаётся, пожалуйста. кто-то должен быть председателем. Первый среди равных. Он сказал, нет, нет, неравных. Я вам скажу, история, это трагическая история. Фактически почти всю историю Рим, римский епископ, боролся за эту власть. Другие церкви, естественно, сопротивлялись, потому что просто не понимали. Абсурд, говорят. Абсурд! Ну и что, что был император? Ну, при чём тут? Ну, что даже если апостол Пётр там проповедовал? Какая разница? Почему? Абсурд! Это антихристианское явление требует себе власти над другими. Всю историю. И, наконец, уже окончательно в XI веке произошёл полный разрыв. Рим Рим заявил о том, что только он обладает полнотой власти, он наместник Христа, ему обязаны подчиниться все, восточные не подчинились, и всё. И произошёл полный разрыв. Дальше что началось? Конечно, это надо учиться, чтобы верить. Скажу вам так. Можете поверить, говорю уж как авторитет, а не как истина. Как авторитет. Ни одной не осталось фактически истины догматической, которая бы не повредилась там, причём подчас, настолько сильно, что просто беда. Второе. Все основы духовной жизни оказались полностью искажёнными. То, что всегда в церкви, ну, скажу так, в I тысячелетии на Востоке и Западе являлось грехом, заблуждением или есть такой термин прелестью духовной, то в католической церкви стало великой святостью. Великие канонизировали, это стали великими святыми те, которые, увы, увы, впали в настоящую прелесть, просто настоящую. Об этом пишут все наши восточные отцы. Это просто страшное явление, которое произошло, произошло с Римом. Это потрясающее заблуждение. Любовь Божия, любовь Богу, который является, как мы вот говорили, кажется, основой всей христианской жизни, превратилась, во что вы себе представить не можете, в романы со Христом. Великими святыми католической церкви являются те, которые буквально в романы со Христом играют. Я бы вам... Это отдельная тема. Когда читаешь это, просто поражаешься, просто поражаешься. Мы взглянули друг на друга и мы поняли без слов. И маленькая бедная Тереза утонула в океане любви Христа. Им Христос является. Анжелу Катарину обнимает. Обнимает у неё одно сердце, даёт другое. Ходит с ней по саду, беседует целые часы с ней, объясняя ей там Евангелие и так далее. Вы просто представить не можете. Тереза Великой заявляет, я был Бог твой, отныне я и супруг твой, не смешивайте, ни жених, как у нас в церкви поёт, а супруг твой. Я надеюсь, что знаем разницу между женихом и супругом. И что дальше, какие вещи появляются там, я вам скажу, это ужасно. Это просто ужасно. И эти, эти вот люди объявляются католической церковью великими святыми учителями церкви. Наши святые говорят даже так, это бесовская прелесть, бесовская прелесть. Пишут даже так, эти сумасшедшие терезы, действительно сумасшедшие. Об этом пишет Игнатий Бринчанина, Феофан Затворник, Оптинские старцы, Иоанн Кронштадтский. Говорят, что вы делаете? Уже необратимый процесс! Уже необратимый процесс! Вот беда! А посмотрите, что делают римские папы. Посмотрите, последние, что делают. Один – это Иоанн Павел II, что натворил только, но его теперь зато ускоренным темпом уже он причистен к лику блаженных, скоро будет к лику святых. Ускоренным, потому что там требуется не менее 25 лет, но это для других, что он только натворил. Причём одно из его деяний, на которое я не могу не обратить внимания вам, потому что оно имеет очень серьёзное значение для нас заключается в следующем. В 1986 году он собрал конгресс представителей всех религий мира. Этот конгресс был, как объявлено было, для молитвы о мире. Благодаря этому конгрессу уже от лица не кого-нибудь, а уже от лица Папы и дальше начинала внедряться идея, что во всех религиях один и тот же Бог. Один Бог во всех религиях. Что там это апостол Павел пишет? Я не хочу, чтобы вы поклонились бесам. В 2003 году на конгресс были приглашены уже атеисты, и впервые в 2003 году было проведено совместное богослужение представителей всех религий. Слышите? Ну как же, Бог один? Это уже, я вам скажу, это страшная идея, что Бог один. И объясню. Бог-то один, но в каждой религии свой образ Бога, именно этот образ Бога и является Богом для данной религии. Понятно? А образ этот может быть доходить до чего? До того, о чём написал апостол Павел. Я не хочу, чтобы вы поклонялись кому? Бесам. Слышите, до какого искажения может доходить образ Бога? Апостол Павел говорит, какое общение света со тьмой и Христа с Велиаром. Вот, оказывается, каким может быть образ Бога. и поэтому, когда в 2003 году была уже совместная молитва всех, то уже тут приходится только содрогаться. Кто же кому молился? И во имя чего это делается? В Португалии уже теперь построен гигантский храм всех религий, настоятелем которого является католический священник. Слышите? Храм всех религий. То есть, к чему идёт дело? Это серьёзнейшее дело, вы слышите? Мы идём, мы, то есть человечество, идёт к тому, чтобы создать одну единую религию, в которой в которой обращаю ваше внимание дегматические все положения не имели бы никакого значения. Никакого! Мы просто будем все любить друг друга. То есть, ну, мы понимаем, что это такое любить друг друга. Да. Мы все будем уважать друг друга. Так уважайте! А зачем же создавать одну религию? Да, это будет одна религия, в которой каждый может верить, как он хочет, но все будем находиться в одном сосуде. Понятно? Подвижник XX века Серафим Роуз и романах и написал даже книжку «Единая религия будущего», в которой предупреждает о грядущем сатанизме, потому что это будет сатанизм. Что такое религия, единая религия, в которой ты считаешь, что Христос – это Бог? А, ну, пожалуйста! Я считаю, что это не Бог. О, мы с тобой друзья! Друзья не по-человеческим каким-то нуждам. Нет-нет, мы религиозные с тобой, мы в одной религии с тобой, но ты хочешь это – верь, хочешь – не верь, хочешь – верь, что есть Бог, хочешь – не верь. вы слышите? Вы удивляетесь этому? Не удивляйтесь! Не удивляйтесь! Вспомните только Евангелие, и вам станет всё ясно. Во времена Христа почитайте, и вы увидите. Были фарисеи, сырии, иудеи, так, которые верили во всё, и были саддукеи, которые не верили, не, слышите, не верили ни в ангелов, то есть никакого духовного мира, ни в душу, в человеке никакой души нет, ни в воскресенье, то есть ни в какую будущую жизнь. Слышите? Атеисты! Вы слышите? Атеисты! И что же? И они были вместе в одной синагоге. Они вместе судили Христа и распяли Его. Оказывается, уже была эта единая религия, которая объединяет и верующих, и неверующих. И вот сейчас с лёгкой или тяжёлой руки Иоанна Павла Второго начался процесс к созданию такой же религии, в которую вы можете верить, как вы хотите, полная свобода. Но учтите, этой религии совсем не требуется, чтобы вы верили в Бога, совсем не требуется, чтобы вы считали Христа там, Мессией и Спасителем, совсем не требуется, чтобы вы верили в вечную жизнь. Слышите? Под корень рубится христианство. Ура! Наконец-то христианство будет неспровергнута. Вот. Поэтому не удивляйтесь, что в лоне такой религии и появится тот деятель, который возглавит. Он будет и великим жрецом, первосвященником этой религии, но он будет и властителем мира. Всё закономерно и естественно. Вот так. Спасибо. Хотелось бы узнать, есть ли какое-то благословское основание или просто традиция проявления киберска, то есть плоты по временам, то есть уже после их христианства? Это не имеет никакого значения. Никакого. Традиции очень много и разных традиций. Важна суть. Я бы сказал другому, что меня прям очень смущает. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим и молим Теся, и никто земного поклона не сделает. Вот это да! Здесь же происходит приложение святых даров. Здесь Христос мол, стоим. Зато святая святым все валятся по хотя даже священники даже поклоны этого не делают. Потому что это возраст предупреждения. Учтите, вы, которые сейчас приступите к чаше, святая, святым, вы очистились, вы покаялись, вы подготовились, святая, святым, все земные поклоны. Тебе поем стройный лес, и никто не согнётся. Вот это меня действительно смущает. это надо батюшкам обязательно говорить. Вот так. А это не имеет существенного значения. К таинству это не имеет никакого значения. Для таинства это традиция, наша традиция, так что можно совершенно не беспокоиться. Благодарю вас, спасибо за внимание, за терпение, помоги вам Бог. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...